Ошибки в начислениях за коммунальные платежи привели к неожиданному результату. В Автово активизировались советы многоквартирных домов. Сплеску активности послужило несколько случаев. Где-то управляющая компания не явилась на отчет перед жителями о проделанной работе, где-то неправильно начисляла плату за воду и электричество, но в особенности за отопление. После такого отношения коммунальщиков, активные председатели совета многоквартирных домов в Автово даже объединились в Союз. Среди тех, кто готов активно бороться с коммунальщиками за свои права, жители дома номер 19 по улице Зайцево. Причем готовы они это делать на всех уровнях. Там у нас на пятом этаже немножко с чердака просыпалась галька. Подмети, пожалуйста, убери. Сегодня хорошо этот подъезд. У актива пятиэтажки можно смело брать уроки неравнодушного отношения к среде своего обитания. Тем более, что отстаивать собственные права они начали задолго до того, как в городе стали появляться советы многоквартирных домов. Эти жители и необходимый ремонт управляющую компанию заставляют делать и отчитываться за каждый потраченный рубль. Управляющая компания, конечно, воспринимает это не очень хорошо. И мне нравится, контроль наших жильцов со стороны жильцов. Но, тем не менее, надо проявлять настойчивость и упорство. Приходится ходить по много раз туда, к ним, чтобы потребовать отчеты за сделанную работу. К примеру, пластиковые окна, которые управляющая компания поставила в парадных недавно, появились именно благодаря настойчивой просьбе активистов этого дома. В планах неравнодушного населения на ближайшие месяцы добиться ремонта чердаков и подвалов. По подсчетам граждан у коммунальщиков для выполнения такой работы имеется как минимум 200 тысяч рублей.